Водители общественного транспорта стали реже превышать скорость. Такую статистику озвучили в администрации Чебоксар. Количество нарушений на городских дорогах начало сокращаться после внедрения системы навигационного контроля на автобусах. Подробности в следующем материале. Информация о том, где движется автобус и с какой скоростью поступает сюда, в центр диспетчеризации пассажирского транспорта. Каждые сутки здесь формируют отчет для администрации города, какие именно нарушения допустил водитель на маршруте. С помощью этого прибора вычисляется местоположение транспорта средства в любой точке. Данные с этого прибора посылаются на сервер с помощью GPS-антенны. И мы уже получаем эти данные, выводим в удобной для нас форме и контролируем движение всех маршрутных транспортных средств. Сейчас бортовым оборудованием ГЛОНАСС оснащены все пассажирские автобусы города. Скоростной режим в Чуваксарах круглые сутки контролирует и 200 видеокамер, которые установлены на пешеходных переходах, перекрестках и самых загруженных трассах. Администрация города отмечает, что именно благодаря этому в столетии республики количество фактов нарушения скоростного режима снизилось в 10 раз. В марте было зарегистрировано более 2,5 тысяч нарушений, а в ноябре уже 270. Чтобы снизить количество аварий в темное время, в ГИБДД предлагают оборудовать фонари на зебрах. Вот здесь еще и можно говорить, как идет обустройство самих пешеходных переходов. Вот сегодня тем более темное время суток. Не видно их. Новый год гласит, на каждом пешеходном переходе должно быть Г-образное освещение. Но еще в нашей республике в это направление не сделано. Но все-таки аварий в городе становится меньше. В этом году сразу на 30% сократилось количество ДТП с пострадавшими. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика.